И я рад приветствовать всех телезрителей и радиослушателей. С вами Бута Илкусов. Все готово, ребята, с некоторыми поправками на ветер. Ветер сильный, с камнями. Но, тем не менее, я это сделал. Веб-интерфейс стандартный, я думаю, все его видели. Работает и на компьютере, и на смартфонах, и на планшетах. На чем угодно, лишь бы работал хоть какой-нибудь сносный GPRS. Сейчас работает только одна малобочная лампа. Соответственно, освещение, которое я демонстрировал в предыдущих роликах, уже подключено. Вот, у нее видно, разводочка вся. Разумеется, здесь будет уложен короб, но после доработок, которые необходимо совершить, потому что возникли существенные трудности. Что вы видите? Ну, разумеется, первое, что бросается в глаза, да, это миниатюрный датчик беленький. Вот тут вот, если приглядитесь, конечно, увидите DHT-22, тот самый, отлично все показывает, все суток. В веб-интерфейсе отображается каждые полчаса обновляясь. Данные о температуре и уважности в помещении. Ну, точнее, вот в этой конкретной его точке. Короб обычный, монтажный. Ну, был приобретен исключительно потому, что ничего другого под руки за 3 копейки не попалось. К тому же, с пластиком удобно работать. Изначально предполагалось, что ящичек будет стальным. Две кнопки. Не подключенных, да, те самые кнопки, гламурные, розовые. Эти кнопки не подключенные. Буду объяснять, почему. Опять же, смотрите далее в этом ролике. Ну, и, соответственно, вся разводка заходит сюда. Здесь будет у нас находиться короб. Собственно, все. Теперь давайте продемонстрирую, как это работает. Реакция. Реакция мгновенная. И, конечно же, эти божественные щелочки. Над столом. По середине вот этого ламба. И прямо у меня над головой в углах. То, что, собственно, и планировалось. То, что и должно было быть. Давайте продемонстрирую вам это на экране монитора. Да, внезапно у человека, который стримит, имеет огромное количество инструментов. Сейчас будет экранка. Итак, поехали. Вот так, собственно, выглядит интерфейс. Да, можно увидеть, что доступ осуществляется только из локальной сети и ниоткуда еще. Сегодня 1 января. Татьяна за работой. В мастерской температура показывается. Это на 19,54. Ну и, собственно, видите, да, не занят, не занят. Там установлено восьмиканальное реле. Сейчас тоже все, видите, и над столом, посередине, в углах, у окна все есть. Начинаем элементарную операцию. Движим мышкой и поехали. В углах. Реакция на события мгновенные. А вот анимация немножечко страдает. Компьютер древний, то есть все, вот ничего. Лампочки выключены. Одна, вторая, третья. Можно включить, допустим, нажимаем у окна. Все заработало. Вот таким нехитрым абсолютно образом это работает. Ну и, разумеется, тут у меня еще старая предыдущая версия на смартфоне. У меня цвета на смартфоне инвертированы. То есть, как можно увидеть, надо обновить немножко. Задом наперед все сделано. Инверсия статусов у нас не подключена. И все. И, соответственно, на экране монитора тоже все обновляется в процессе использования. Оп, и мы видим, что у окна выключается. Да, допустим, посередине тоже отключается. Ну, это время опроса. Ну, соответственно, тут рассинхронизация составляет, ну, не более, там, трех секунд, если мне память не изменяет. Но это, опять же, по своим предпочтениям, по своим пожеланиям можно поставить хоть одну миллисекунду. И тогда вообще реакция будет мгновенной. И всегда на нажатие реакция мгновенная абсолютно точно. Вот, видите, да, все выключилось. Ну, а на смартфоне кажется, что все включено. На самом деле, наоборот. Ну, и, соответственно, комбинировать можно как угодно. Вот так. То есть не более трех секунд время реакции. Собственно, все работает. А теперь я буду вам рассказывать, почему у нас не работают. Почему у нас не работают и почему не подключены кнопки, друзья мои. Ну, и заодно покажу вам внутренности вот этой замечательной коробочки. Итак, внутренности коробки. Собственно, как и предполагалось, у нас идет отвод, общее питание заходит внутрь. Ну, и сразу же, разумеется, прокидывается на блок питания. И одновременно с этим параллельно идет развязка на силовую часть. На силовую часть реле. Здесь, разумеется, пока скрутка. Это все должно быть заменено обязательно на клеммники. И, соответственно, здесь должно быть изменено реле. Вот в чем проблема. Это самый типичный модуль реле восьмиканальный. С ним огромное количество проблем у людей возникало. До того момента, как ты не подключишь на него нагрузку. То есть, пока не будет реально потребителей каких-нибудь вот сюда подключено. Соответственно, мигать можно, условно говоря, вот этими диодами сколько угодно. Фигня начинается тогда, когда есть реальная нагрузка в виде, ну, скажем, вот этих вот четырех ламп. Да. Проблема в чем? Возникает из-за того, что это электромеханическое реле. То есть, внутри каждой вот такой вот коробочки находится элементарный электромагнит, якорь. И, соответственно, он прыгает. Якорь при включении и выключении электромагнитов размыкает один контакт, замыкает другой. Ну и наоборот. Такая вот фигня. То есть, сейчас, как вы видите, замкнуты четыре контакта. Эти четыре не используются. Собственно, вы это видели в интерфейсе. Ну и как дальше все устроено. То есть, у нас есть блок питания 5-вольтовый. Он прохладный. Прохладный. Вот, собственно, написано 5 вольт, 5 ампер. Это достаточно для питания целого лунного дома. Малина. Здесь я сделал развязки для того, чтобы... Вот у нас идет провод от блока питания. Дополнительно, да, у нас есть отдельная рейка для того, чтобы запитывать мощные потребители в обход малины. Потому что у малины есть ограничения, которые она способна выдавать через GPIO порты. В том числе и плюс 5, и плюс 3, и 3 вольта. То есть, верхние три канала, верхние три пина выдают там определенный только ток. Дальше они могут выбереть. Ну и, соответственно, здесь уже полностью вся разводка есть. И, само собой, у нас должна быть общая земля от блока питания и сюда. Но, однако, я это все выключил, потому что сейчас реле запитано немножечко по-другому. Реле запитано, как можно видеть, плюс. Плюс идет прямо к блоку питания. Вот он подключен. А земля подключена к малине. То есть, вот эта развязка сделана для малины. Вот эта борда, это для малины. Вот идет питание реле по минусу. Это земля реле. Вот так. Почему отключены кнопки? То есть, ну, самые обычные кнопки, те самые тактовые, которые вы видели в видео по монитору. Почему мне пришлось их выключить? Эта фигня очень сильно дребезжит. Точнее, дребезжат не сами кнопки. Я перепробовал, будете смеяться. Вот можно увидеть практически все кнопки, которые у меня есть. Я перепробовал физически, физически стягивающие и подтягивающие резисторы. Это 10-килоумники. Вот эти. Стягивающие и подтягивающие резисторы. Физически подключал в борду. Сюда вставлял. То есть, ну, блин, я перепробовал все варианты. Я подключал вот эту, может быть, помните, тот, который, вот этот, тот, который назывался зал синий в новогоднем видео, помните, да, вот эта кнопка. Включала тоже. В общем, она тоже дребезжит. Я сначала грешил на кнопки. Я думал, что вот эти кнопки говно, типа, как-то там начинает ерундень возникать. Нет, выяснилось, что это не дребезжание как таковое. Дело в том, что при использовании электромеханического реле, но без нагрузки, черт возьми, этого не видно. При наличии нагрузки возникают такие сумасшедшие наводки, что как ты его не земли, какой номинал не накручивай. И я уверен, что там даже если там мегалом поставить подтяжкой или стяжкой, там вообще будет наплевать абсолютно любые токи, любые токи начинает срабатывать малина. Так, словно эта кнопка. То есть, фактически все работает корректно, абсолютно корректно работает. Но из-за электромеханической части реле мы получаем такую фигню. Я нажимаю на одну кнопку, и у меня, ну, разумеется, привязаны по два канала. То есть, допустим, первый и второй, да, они начинают переключаться циклически, как и должны. Но одновременно с этим начинает срабатывать еще и третий и четвертый канал. Почему? Потому что возникает здесь наводка из-за срабатывания всего вот этого модуля реле. И, соответственно, они начинают щелкать абсолютно спонтанно в произвольном порядке. Если не трогать кнопки, а просто переключать со смартфона, ситуация абсолютно такая же. То есть, ничего, ничего не изменяется. Это огромная проблема для умного дома в целом. То есть, электромеханические реле использовать нельзя, ребят. Я буду менять это все на твердотельнике. Собственно, можно увидеть, что сейчас это все закреплено на стяжках. То есть, это, опять же, такая времянка, потому что, ну, срочно нужен был свет в свое время, да. И сейчас, соответственно, переделывать ничего пока не буду. Вот этот вот страхолюд электромеханический должен быть обязательно, обязательно, мать его, едить, заменен на твердотельник. Как бы что ни писали, как бы что ни говорили, что бы ни советовали, например, там, ставь стабилизатор, экранируй реле, там, экранируй все провода, там. Да, понятно, что здесь сейчас это, ну, не то, что нарушения какие-то прям совсем уж капитальные, но не комильфо это выглядит, не должно быть никаких скруток. Все должно быть на клеммниках и, разумеется, как в армии, параллельно и перпендикулярно. Ну, то есть, видите, да, то есть, я мог бы и по диагонали как-то все это закрепить, как-то вот так, например. Но зачем? У меня все очень кулюторно, то есть, у нас так все приклеено, вот-вот-вот, все предельно аккуратно, осторожно, чтобы ничего не повредилось. Плюс еще запас есть тут как раз именно для клеммников, все это будет. Ну, и, соответственно, Динрейку я не ставил, вот от нее крепеж, видно, остался. Да, Динрейку можно, конечно же, было бы установить, но тогда у меня компоновка не получалась абсолютно. Вот так вот, вот таким вот нехитрым образом у нас эта зараза все работает. К сожалению, ничего надежнее и разумнее придумать не получилось. Нужно, нужно, черт возьми, давайте покажу вам, как работает. Нужно, черт возьми, использовать твердотельный RLN. Ну, и, собственно, оп, погружаемся в полнейшую ночь. Да, видите, ну, цвета инвертированы, на самом деле все должно быть красным. И на экране монитора, если посмотреть, вот, на экране монитора все действительно красное. Ну, и, соответственно, переключаем обратно. Все как и должно быть, просто я не знаю, как в смартфоне сбросить кэш, вот, видите, все отлично. Все сработало, у окна и так далее, вот, первый-второй канал включились. То есть, то, как и задумывалось, ну, и оп-оп. Ну, и, соответственно, любые комбинации. Реакция, как видите, действительно мгновенная. Ну, и можно поиграться этим, они никуда не подключены, никакой нагрузки нет. Вот так. Элементарно, друзья мои, все работает через две бетонных коробки, железо-бетонных коробки, с которыми у меня была огромная проблема для... для подключения, для создания, для, скажем так, для создания вменяемой разводки по квартире. Это будет целый геморрой, но... Ой, мне все это только предстоит. Но, господа, что сказать, начало положено. Эту систему в общий доступ я, разумеется, открывать не буду. Это уже настоящий, ребят, умный дом. Это боевая система в боевом тесте. Пока она будет функционировать вот в таком виде. То есть, с выключенными кнопками. С выключенными кнопками, к сожалению, пока. Ну, и, соответственно, если хотите поддержать проект, хотите действительно умный дом, протестированный, без каких-то понтов, без чего-либо, а практически целиком купленный, блин, на Алиэкспрессе. Реально, реально, здесь не с Алиэкспресса, только провода наши российские и коробка наша российская. Забыл производителя. Во. TDM Electric. Вот так вот. Вот так вот российский производитель. Хотя, мне кажется, это все-таки в Китае было сделано по заказу российского производителя типа. Вот. Вот таким вот простейшим-простейшим образом. Все, закрываем это, оставляем в том виде, в котором оно есть. Сюда руками никто лезть не будет. Заказчик устраивает, что все будет работать со смартфона или вот с экрана компьютера. Все в порядке, все оставляем. Пока в таком виде будем настраивать твердотельники, будем смотреть. Ну и, соответственно, при отсутствии электромеханического реле не будет вот этих как раз электромагнитных наводок на провода. Вот на эти всю эту лапшу. Ну и, разумеется, надо будет укорачивать вот эти провода, то есть папамамы, которые сюда заходят, и делать разводку уже полностью, как положено, в борде, либо через клеммники. Их все соединять аккуратненько, красиво, чтобы все это было действительно параллельно и перпендикулярно. Ну и на этом все, господа. С вами был Бутылку с Татьяной. И с Новым годом, ребят, с Новым годом. 1 января Татьяна была введена официально, блин, в эксплуатацию в доме разработчика. Я за свой результат, за свои разработки отвечаю, собственно, физически. Если что не так, квартира сгорит нахер. Да ладно, я уверен в себе просто как... как... как настоящий быдлокодер и никейщик. Всем удачи, ребят, счастья в новом году. Не теряйтесь, пусть все ваши начинания, даже если они вот такие сделанные на коленке, пусть они воплощаются, пусть они вас радуют, в конце концов. Это, блин, ваша жизнь же. Вы живете один раз. Только не забывайте, что Бог создал человека без запасных частей. Поэтому будьте... будьте аккуратны. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...